Валерий Седов Консультант-спаситель. Кто и как отговаривает людей от уловок мошенников-манипуляторов? ДНК пустоты. В театре драмы «Три сестры» новое прочтение классики. С начала года в Рязанской области ликвидировано более 2700 пожаров. В 99 случаев из 100 возгорания в жилых домах и квартирах возникают в результате небрежного обращения с огнем. Сюда же неисправности бытовых электронагревательных приборов. Об этом рассказали на специальном брифинге в региональном МЧС. И напомнили о простых правилах безопасности, которые помогут избежать бытовых пожаров. Курение в постели, оставление детей без присмотра, хранение горючих веществ на балконе. В топе причин бытовых пожаров. Статистика неумолима. В осенне-зимний период количество возгораний в жилом секторе растет ежегодно. Так, за прошлый отопительный период в регионе произошло 308 пожаров, при которых, к сожалению, погибло 58 человек. Травмы различной степени тяжести получило 44 человека. Количество погибших людей при пожарах в этот период по статистике возрастает в 2,5 раза в сравнении с весенне-летним периодом. 31 пожар случился из-за неисправного печного отопления и обогревателей. 155 в результате короткого замыкания из-за нагрузки на электросеть. 90 бытовых пожаров – результат халатного обращения с огнем. 7 января 2023 года в Сараевском районе в селе Большие Мажары произошел пожар в жилом доме. В результате которого уничтожен дом полностью на площади 50 квадратных метров. В огне погибла женщина 82 лет. А днем 3 марта текущего года в Чучковском районе в селе Шеметово возник пожар также в жилом доме. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. На месте пожара был обнаружен труп 65-летнего мужчины. Обычное соблюдение норм безопасности помогает избежать печальных последствий, сберечь имущество и спасти человеческие жизни. По словам пожарных, профилактика сегодня превыше всего. Поэтому ни в коем случае не оставляйте электрические отопительные приборы и печи, работающими на ночь и без присмотра. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И еще одна тревожная цифра. На этот раз из банковского сектора. За прошлый год россияне отдали мошенникам 14 миллиардов рублей. В этом году сумма поменьше, однако в ходу все те же старые схемы. Когда звонят якобы сотрудники безопасности банка, отговаривать потенциальных жертв приходится даже сотрудникам самих банков. Буквально за пару дней до съемок к Роману Нечаеву, клиентскому менеджеру, попала необычная посетительница. Мол, хочет взять кредит. Сумма приличная – сотни тысяч рублей. А для чего деньги – секрет. В ходе беседы выяснилось, что женщине позвонили из той самой службы безопасности. Попросили взять кредит и, разумеется, перевести средства на безопасный счет. А как только женщина согласилась, вызвали ей такси прямо из Рыбного. При этом они звонят в процессе, да, женщина уже пожилого возраста, она нервничает. Она мне дала трубку, телефон. Я ей сказал, что все, обмануть не получится. Клиентка спасена, но ответ сказали, что вы хотите, она сейчас выйдет. И мы ее доведем до сердечного приступа. То есть все равно она нам деньги переведет. До сердечного приступа все же не довели. Женщина перестала брать трубки с незнакомых номеров. Но другие-то берут, а затем несут свои деньги мошенникам. Вы, как сотрудник банка, хоть раз за всю свою карьеру звонили человеку и говорили, ваш счет взламывают. Это реально или это всегда мошенники? Нет, конечно. Сотрудники банка никогда не будут звонить клиентам о том, что их счет взломан, о том, что необходимо предоставить какие-либо коды. Предоставление персональных личных данных, конечно же, нет. Если у нас какие-то вопросы, мы с удовольствием приглашаем наших клиентов в наше отделение банка. Юлия Аксенова добавила, что проблема-то еще и в том, что люди-то не признаются, что им по телефону инструкции нашептывают. Дескать, на том конце провода запрещают говорить о звонке кому-либо, потому и анализируют в банках поведение таких людей. Обычно жертвы путаются в целях кредита. То просят на вуз ребенку, то на ремонт. При этом постоянно смотрят в телефон. Приходил мужчина с целью оформления кредита на миллион рублей. Ситуация была такова, что взломали его рабочий мессенджер, а телеграммой от имени руководителя было непосредственно задание перевести денежные средства на безопасный счет. Он благополучно хотел это сделать. Он перевел свои собственные денежные средства, которые у него находились на счете, и уже хотел отдавать заявку на кредит. Но мы вовремя поняли, что человек находится под влиянием. Мужчин, оказывается, переубедить проще. Стоит только предложить согласовать кредит с супругой, как мужчина сразу отступает от намеченного плана, да и почти сразу говорит про мошенников. Тем не менее, за год, говорит Юлия Аксенова, она уже успела отговорить около 10 человек. И мужчин, и женщин. А если учитывать, что каждый – это лишний миллион в копилку мошенников, то цифра эта не такая уж и маленькая. В региональном Минсельхозе появилась своя доска почета – передовиков агропромышленного комплекса. Кроме того, наиболее ярким представителям отрасли вручили поощрение от губернатора и ведомственные награды Федерального Минсельхоза. 75 известных на всю область лиц теперь украшают доску почета передовиков регионального Минсельхоза. Традиционно там же 15 лучших трудовых коллективов. Многих из активистов агропрома в этот день можно было увидеть воочию. Министр Дмитрий Филиппов вручал им почетные грамоты и ценные подарки. И было за что. Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей Рязанской области. В валовом региональном продукте удельный вес АПК порядка 13%. В отрасли работают 217 сельскохозяйственных организаций, 274 фермерских хозяйства, 190 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего в АПК региона занято больше 23 тысяч человек. В прошлом году хозяйство всех категорий произвели сельскохозяйственные продукции на сумму 114 миллиардов рублей. Сегодня регион занимает четвертое место по ЦФО, по производству молока и третье место по производству яиц. По количеству внесенных минеральных удобрений регион входит в тройку лидеров по стране. Высоких результатов отрасли удается добиваться во многом благодаря мерам господдержки. Рязанские аграрии получают более 30 ее видов из федерального и областного бюджетов. Ежегодно на это направляют 3,5 миллиарда рублей. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет почти 2,5 миллиона гектаров или почти 63% площади всей области. В этом году, правда, были и неприятности, погибли озимые и весной их пришлось пересеивать. Тем не менее, урожай зерна составит более 2 миллионов 800 тысяч тонн. Этот результат будет в стройке максимальных урожаев в истории региона, а масс личных порядка 500 тысяч тонн. Это рекорд. Урожаи сахарной свеклы, картофеля и овощей ожидаются выше прошлогодних. Производство пищевых продуктов в структуре отгруженных товаров, обрабатывающих производств в Рязанской области, вышло на первое место. В прошлом году местные производители реализовали продуктов примерно на 81 миллиард рублей. В этом будет еще больше. Незаконную рубку леса пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейским стало известно, что в лесном массиве незаконно валят деревья. Оперативники решили в этом убедиться лично. Дубовый лес где-то в Шацком районе. Начиная с лета, по словам местных, он редел с каждым днем. Некто вел здесь незаконную вырубку. По крайней мере, такая информация стала известна полицейским. При выезде на месте нашли и делянку, и спиленные деревья. Только вот самих лесорубов нигде не было. Организовали засаду. Ведь кто-то должен был эти деревья увезти. Долго ждать не пришлось. В небольшом кроссе победила команда полицейских. Лесорубов задержали. Изъяли транспортные средства, две бензопилы и девять спиленных бревен. В целом, по оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду России, превысил 6 миллионов рублей. Предварительно установлено, что организовывал незаконную деятельность в области лесозаготовки 47-летний индивидуальный предприниматель, житель Шацкого района. Следователем следственного подразделения межмуниципального отдела ВД России Шацкий возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Пару дней спустя другая новость. В Касимовском районе сотрудники ФСБ задержали предпринимателя, который вывозил лес без документов. В итоге административное правонарушение. Материалы направлены в суд. А это уже середина октября. На арендованном участке спилили 24 сосны. Ущерб государству – полтора миллиона рублей. Деньги прокуратура взыскала с собственника участка. В минувшие выходные в Театре драмы прогремела премьера спектакля «Три сестры», жанр которого сам режиссер Борис Лагода определил как ДНК пустоты. Какая трактовка классики была в этом трехчасовом спектакле с двумя антрактами, расскажем далее. Драматургия Чехова – это грань, с которой начинается совершенно новая страница театра. Так определили современники необычные творческие принципы драматурга – раскрывать характер и судьбу героев в отношениях к социальной среде и миру. И сегодня эти положения вызывают неугасающий интерес у режиссеров, актеров, зрителей. «Три сестры» – пьеса, написанная в самом начале 20 века. Уже более 120 лет не сходит со сцены, и режиссеры фокусируют внимание на самых разных обстоятельствах российской жизни, оставляя базой все тот же классический текст Чехова. «Я готовился к нему семь месяцев, не считая того, что Чехова мы естественно и в школе изучали, и потом в театральном институте. Эту пьесу я ненавидел, поскольку я ее сильно ненавидел, поскольку для молодых людей свойственно, так сказать, все-таки некий экшн-действие, да, а это была самая муторная, так сказать, для постановки, там, этюдов и так далее работы, и поскольку я ее сильно ненавидел, поэтому я так же сильно мечтал ее поставить. Все, мечта сбылась». Жанр спектакля, определенный режиссером, как ДНК «Пустоты», раскрывает жизнь трех сестер в опустошенном судьбой, роком, социумом пространстве, там, где все надежды, цели, мечты и желания теряют свою силу и лишают опоры сам смысл их существования. «У нас очень талантливая труппа, вот, это без дураков, у нас очень талантливая труппа, и при том, что все артисты очень ярко выражены индивидуально, они потрясающе умеют работать в ансамбле, что является самым главным для любого спектакля, тем более для Чехова, и поскольку задача всей постановочной группы стояла актерского состава, сделать этот спектакль, который написан Чехову, это единственная пьеса, написанная Чеховым, скажем так, в жанре романа. Она лишена и выраженного конфликта, здесь конфликт между персонажами и окружающей средой, то есть их действительностью, их бытом, вот, и нам надо было сделать ее понятной, доступной, прежде всего для студентов, для школьников старших классов, чтобы для них была нескучная классика, как я говорю, это очень важно, потому что литературу, она воспитывает, и театр воспитывает, эту функцию от нас никто не отнимал, и благодаря таланту наших артистов, таланту моих коллег постановочной группы, я думаю, что нам удалось сделать так, что ни один персонаж, даже самый маленький, там, скажем, ферапонт, либо нянька, он не выпадает из общего ансамбля, и он запоминается, в этом спектакле, собственно, нету проходных ролей. Приуроченная к спектаклю в холле театра расположилась экспозиция фотографии на тему ДНК пустоты. В этой атмосфере зрителям придется поразмышлять о том, что же это такое пустота. Меня позвали поучаствовать, именно раскрывая тему пустоты как продолжение спектакля, и, соответственно, своей работой, которую я представила, это то, как лично я вижу пустоту в моем понимании. И опять, пустота, такая тема достаточно интересная, она заставила немножко задуматься, потому что, ну, нет как таковой пустоты, она все равно всегда чем-то заполнена, или то, чем мы заполняем, вот такая немножечко возможность поразмышлять каждому на эту тему, потому что все работы разные, во-первых, мои разные, и тут другие авторы, и они все разные, и они не пустые, то есть ни на одной фотографии нету пустоты по факту, а сама вот эта пустота, где она? Снаружи, внутри человека, или она его окружает? На мой взгляд, это как раз вот повод задуматься. Спектакль состоит из трех действий, 40, 50 минут и час 20, с двумя антрактами. Узнаваемый авторский почерк Бориса Лагоды, интересная сценография, классика русской литературы, актуальная вечно. Премьера прогремела, но в этом сезоне вы еще можете попасть на трех сестер, ДНК пустоты. Осень, самое время побаловать себя вкусными и полезными лакомствами. Морская рыба, деликатес, полюбившаяся рязанцам. Всю неделю приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК. Очередь к прилавку торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажей продукция только свежая, а самое главное экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленое и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей – чавыча. Красную чавыча врачи говорят, есть надо. Ну, малосоленая красная рыба такая. То, что они вот продают. Окунь горячего копчения. Потому что я уже брала белорыбец я тоже пробовала и масляную пробовала, и чавычу пробовали. Ну, из-за всего мне чавыча больше всех понравилась. Чавычу пришла за чавычу. Икра веры. Брала уже не раз. За их богатый состав. Все там. Съел один раз утречком бутербродик. И на весь день хватит. Мне посоветовали чавыча. Вот, не знаю, смотрю. Посоветовали чавыча. Морепродукт полезный. Я все люблю. Все люблю. Потому что полезный. Также в ассортименте ярмарки печень трески и камчатские деликатесы крогорбуши и нерпы. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, Б, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Как говорят сами резанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева, дом 1, дробь 80. Выставка-ярмарка работает до 28 октября, ежедневно с 10 до 19. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин